Всем привет! В данном видео покажу, как мы готовим главный двигатель к пуску. Перед тем, как приготовить главный двигатель, первое, что мы делаем, это мы запускаем дизель-генератор и берем его в параллельную работу с другим генератором. Запуск дизель-генератора и как берем его в параллель сейчас не буду показывать, так как, думаю, видео и так затянется. Сделаю это как-нибудь в другой раз. У нас два генератора уже работают в параллели. Мы видим, что на первом генераторе у нас нагрузка 200 кВт. И на третьем генераторе тоже 200 кВт. Далее смотрим на панели индикации сигнализации главного двигателя. Мы видим, что главный воздушный пусковой клапан у нас закрыт. Также видим, что валоповоротное устройство введено в зацепление. И видим, что распредвал стоит в положении Ahead. То есть последний реверс был завершен на передний ход. Значит, в эту сторону мы и будем проворачивать главный двигатель валоповоротным устройством. Это панель системы цилиндровой смазки. Перед тем, как начать проворачивать главный двигатель, мы запускаем насосы, чтобы цилиндровое масло начало поступать в цилиндры. В каждом цилиндре есть шесть точек, через которые масло поступает в цилиндр. Мы видим, что давление в системе есть. Теперь идем проворачивать главный двигатель. Это валоповоротное устройство главного двигателя. Мы видим, что он у нас в зацеплении. Теперь нам нужно его запустить. Подаем питание на устройство с помощью этого тундра. Видим, что питание есть. Так как последний реверс был завершен на передний ход, запускаем устройство на передний ход. Валоповоротное устройство начинает работать. Вот так валоповоротка крутит главный двигатель. По-нормальному крутить необходимо 2-3 оборота главного двигателя. Один полный оборот главного двигателя равен 6 минутам. Напомню, кто не в курсе. Двигатель у нас шестицилиндровый, двухтактный, с распредвалом, с сухим картером, критиковный. Это вал главного двигателя. Так он выглядит. На конце установлен грибной винт, который, собственно, и приводит в судное движение. Это промежуточный подшипник. В предыдущем контракте на предыдущем судне у нас были с ним проблемы. Подшипник задрало и натянуло на вал. Это было в Идийском океане в районе Шри-Ланки. Если вкратце, то причиной тому стала несвоевременная замена масла. На данном судне подшипник смазывается и охлаждается. Масляная система главного двигателя. Здесь у нас начинается стюн-дюб или дейтвудное устройство, дейтвудная труба. Дейтвудное устройство служит для того, чтобы забортная вода не проникала в машинное отделение. Там внутри находятся подшипники, сальники и уже на конце вала находится грибной винт. Это устройство заземления вала. Если вкратце, то оно служит для заземления вала с корпусом судна. Чтобы не было потенциала между ними. Иначе можно повредить подшипники. Где-то даже написано, что мы не можем использовать главный двигатель, если эта система не работает. На момент проворачивания главного двигателя валоповоротного устройства насоса цилиндрового масла мы запускаем два раза. Я просил электромеханика, он их запустит, чтобы мне туда-сюда не ходили. Пока проворачивается главный двигатель, проверим остальные системы. Сейчас проверим или тренируем конденсацию системы автоматики и контрольного двигателя. Здесь все нормально, идем дальше. Тренируем конденсацию в главных подушках пусковых баллов. Моторист это уже сделал утром, но все равно покажу. Тренируем до тех пор, пока не перестанет идти конденсат, дренажное открывание станет холодным. И затем закрываем дренажный пуск. Это пусковые баллоны с воздухом. Давление в них по 30 кг. Первый баллон у нас всегда в работе, а второй стоит полный, как резервный. Если не ошибаюсь, последний пуск двигателя можно осуществить, когда давление стартового воздуха минимум 12 кг. Продолжение следует... Пока проворачивается главный двигатель, расскажу, что на каждом двигателе есть пикап-сенсоры. Установлены они здесь, со стороны маховика. На данном двигателе их 4 штуки. Один считывает обороты двигателя на передний ход. Один считывает обороты двигателя на задний ход. И еще два пикапа работают в параллели. Они дают сигнал на систему альфа-лубрикаторов. То есть на систему цилиндровой смазки. Если выйдет из строя пикап на передний ход, к примеру, то главный двигатель не запустится. Они также играют роль защиты, можно так сказать. На двигателе, на котором нет распредвала, их будет больше. Провернули главный двигатель примерно 15 минут. Теперь нам необходимо вывести валоповоротное устройство и зацепление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь идем и открываем главный пусковой клапан... Это главный пусковой клапан... Пусковой воздух из пусковых баллонов, которые мы пробовали... После этого клапана идет к каждому цилиндру... В общем, вкратце расскажу... Не буду рассказывать системы автоматики... Это воздухораспределительный механизм контрольного воздуха... На каждом цилиндре есть пусковой клапан... По этим трубкам у нас идет контрольный воздух и управляет пусковыми клапанами... Так как у нас 6 цилиндров, то значит у нас 6 пусковых клапанов... Воздух, естественно, поступает не сразу в каждый цилиндр по очередности... А по тому порядку, в котором работает у нас двигатель... У нас порядок работы цилиндров 153 и 426... То есть первый, пятый, третий, твердый, второй и шестой цилиндр... Это пусковой клапан... А это трубка, которая идет от воздухораспределителя... В момент запуска контрольный воздух подается на этот клапан... Клапан открывается... И пусковой воздух подается в цилиндр... Давит на поршень и начинает движение поршни... Поступает топливный цилиндр... Прекращается подача пускового воздуха... И двигатель начинает работать... Это если вкратце... Итак, продолжим... Чтобы воздух поступал на пусковой клапан... То нужно открыть главный пусковой клапан... На клапане также есть индикация... Положение заблокированное... И рабочая половина... Открываем клапан... И тем самым активируем конечник рабочего положения... То есть снимаем защиту... Открываем двигатель... Открываем... И идем к цеплу... Открываем двигатель... выведена из зацепления. То есть главный двигатель готов к тестированию. Сейчас мы позвоним на мостик и скажем, что готовы проворачивать главный двигатель на воздухе. Все, проинформировали мостик. Запускаем второй воздушный компрессор. Здесь все открыто и готово. Запускаем лавера главного двигателя. Первый запустился. Второй запустился. Второй. Видим, что в воздушном ресивере появилось давление. Задаем команду. Самый малый вперед. Сейчас мостик подтвердит. И проворачиваем главный двигатель на воздухе. Видим, что главный двигатель начал вращаться. Ставим телеграф в положение стоп. Далее закрываем индикаторные клапана и закрываем дренаж с турбины. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Передали управление на мост И теперь с моста будем тестировать Главный двигатель уже на топливе Проверяем, чтобы отработал реверс вперед-назад Сейчас протестировали на задний ход Видим, что распредвал встал в положение на задний ход Сейчас протестируем реверс на передний ход Все отлично Регулятор работает, турбина крутится Реверс без заменчаний Альфа-лубрикаторы запускаются Все, главный двигатель готов к работе Так мы готовим и тестируем главный двигатель Перед каждыми маневрами На этом, пожалуй, все Будет время, сделаю видео Про принцип действия работы главного двигателя Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал и ждите новых видео Всем удачи, всем пока